МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня хочу приготовить вариант фалафеля с разными соусами. Один, два, три. Один будет ореховый, другой будет желтый, и третий будет такой тхина, такой ароматный, пикантный. А фалафель будет оригинальный, не такой, как в странах азиатских и Ближнего Востока, где его готовят из гороха и специй. Я еще добавлю туда немного трески, и он станет рыбным. Итак, поехали. У меня вскипел чайник. Сейчас поставлю небольшую порцию гороха варить. Я его предварительно... Давай! Замочил, и только поэтому он сварится быстро. Весь мне, возможно, и не понадобится. Возьму вот так буквально две трети от того, что замочил. Это мне пригодится для плова. Итак, залью кипятком. Чтобы он варился быстрее, кипятка возьму в два раза больше, чем гороха. Накрою крышкой. Ну и, наверное, мне понадобится немножко соли. Все, давай, горох, закипай. Теперь для вкусовой нагрузки мне понадобится немного сельдерея корня. Веточка сельдерея, стебель. Все это пойдет в мясорубку. Только поэтому я хаотично это нарубаю. А с корня снимаю твердую кожицу. Потому что она сгодится мне для варки бульона. Ну, в блюдо не особо. Жирафик, оп, дежурный по стране у меня здесь. Чик. Так, нарезал два вида сельдерея. Теперь мне понадобится целая луковица. Зажгу конфорку. Поставлю сковороду. Достаточно большую. Чтобы обжарить сельдерей и лук быстро. Из-за того, что я буду пропускать через мясорубку, нарежу тоже лук произвольно. Итак, масла. Душистое кубанское. Русский оттенок. Оливковое зеленое. Итальянский оттенок. Растительное. Все это объединилось, чтобы особо не горели мои овощи. Так. Теперь сюда положу еще чеснока и приличное количество тмина. Тмин и зира – это неотъемлемые вещи, которые идут в фалафель всегда. Зира и тмин очень похожи непосредственно по внешнему виду. Но на самом деле по вкусу они абсолютно разные. Зира – одна моя любимая специя. Открою вам тайну. Так. Какого масла еще не положил? Вы, наверное, догадываетесь. Кусок сливочного. Пусть аккуратненько тает и овощи обжариваются. Чеснок я жарить не буду. Запах горелого чеснока не любит ни один человек. Все любят печеный чеснок. Нарезанный. Мелко. Аромат чеснока. Ну, из-за того, что в этом овощи сахаров максимальное количество, которое можно себе даже представить, я его разрежу и положу вот здесь вот на край доски. Лучше в мисочку. Чтобы он ждал своего часа. Все. Теперь что? Треска. Треска. Ой, какая громадная. Мне понадобятся трески буквально хвост. Потому что в фалафеле будет сильный рыбный привкус, если я положу ее много. И сделаю я вот такие вот кусочки из трески прямо с кожей. В подкожном слое у рыбы очень много вкуса. Помните об этом. И если блюдо, которое вы готовите, вы пропускаете через мясорубку, и вам не нужен белоснежный цвет, я советую с кожицы не снимать. Правда, вы весь вкус просто соберете, блюдо будет только вкуснее. Ну и что же. Овощи начинают скворчать. Я двигаю их немножко в сторону. И прямо в этой же сковороде обжариваю кусочки трески. Теперь мне нужно перевернуть доску. С рыбой покончено. И сполоснуть нож. А как я вам сказал уже, у меня будет три соуса. И мне нужно параллельно заняться их приготовлением. Итак, первый. Я поменяю сейчас еще местами сковороду. Пусть у меня горох варится на дальней конфорке. А я буду готовить соус, который называется первый. Насыпаю большое количество зиры. Еще большее количество тмина. Прогреваю его в растительном масле. Сейчас сковородка разойдется. Беру гигантское количество чеснока. А именно, большую головку одноголовочного крупного чеснока. Это соответствует где-то 6-7 зубкам просто обычного. Сейчас вам покажу эту головку. Она просто действительно гигантская. Пользуюсь я этим чесноком только из-за того, что такой же ленивый, как и вы. Смотрите, она насколько огромная. Видите? Смотрите, как я буду делать этот соус пряный. Огромное количество специй прогреваю в масле. Приготовил ступку. Сейчас разрежу чеснок. И тоже его прогрею на сковороде. Теперь добавлю приличное количество уксуса. Да, уксус столовый. Так. В этом блюде я взял столовый уксус. Для того, чтобы у меня была такая достаточно агрессивная кислота. Этот соус, мало того, что он пряный и очень пикантный, он еще вдобавок еще должен быть и кислым. Здесь именно вот эту кислоту и ценят люди в этом соусе. Поэтому я воспользовался столовым. Смотрите, теперь складываю в ступку зеленый лук. Все, специи запарились. Я погасил уксус небольшим количеством воды, если вы обратили внимание. Только для того, чтобы на кухне можно было находиться. Представляете, когда уксус начинает выпариваться непосредственно с поверхности, с горячей, только глазки и береги, называется. Вот так. Сковороду в сторону. Проверяю, как здесь сельдерей, лук и треска. Эта вся история у меня пойдет в мясорубку. Жарко идет хорошо. Здесь приличное количество масла, только потому, что при пропускании гороха он будет очень сухой. И это масло мне все пригодится, чтобы фалафель получился сочным. Ай, любимая моя процедура в ступке. Стоит потрудиться, чтобы это все завязалось и превратилось в однородную массу. Кажется, у меня практически получилось. Пусть это в ступке постоит. Не буду вытаскивать до подачи. Пусть в стороне просто завязываются компоненты друг с другом. Я проверяю здесь сковороду. Ну, уже даже колер характерно виден. Горох варится. Ну, еще буквально здесь 5 минут. Убавлю нагрев под сковородой. Мне такого активного кипения уже и скворчания не надо. Продолжу. Один соус готов. Назову его пикантный, ароматный. Второй соус буду готовить желтый, чесночный. Так. Смотрите, как я приготовлю желтый соус. А именно, возьму куркуму. Небольшое количество чесночка. Так. Возьму тоненькие веточки укропа. Все это нарежу в миску. Кропчик вот так вот измельчаю мелко. Похоже, он тепличный, потому что ножки совсем тоненькие у него. Хоть и ароматный. Так. Миска, может быть, мне понадобится побольше. Так будет мне покомфортнее работаться. Перевожу майонез в большую миску. Да и вам наглядней. Вуаля. Огромное количество куркумы. А именно, чайную ложку. Так. Теперь. О, кардамон. Опять кардамон. Да, интересно. На самом деле, искал белый перец. В отсутствие оного насыплю перец микс. Вуаля. Небольшую щепоточку кардамона. Отставляю в сторону. Сейчас здесь наведу марафет после укропа. Оботру нож. Вот таким образом. Готовлю желтый чесночный соус. Нарезаю туда меленько чесночок, чтобы он разошелся по всему объему майонеза. Стряхи его. Вуаля. Ааа, соус, соус, соус. Если куркуму не замачивать в кипятке, то понадобится буквально минут 10, чтобы она разошлась по всему объему соуса. И он стал таким желторотым, как солнышко. Или как цыпленок. Такие ассоциации у меня возникают. Вот. Второй соус готов. Отставляю в сторону. Ну и третий соус, который я сделаю, он очень прост. Возьму арахис круглый. Возьму жирные сливки. Залью арахис. Возьму кунжутных семян. Немного томатной пасты. Ну, немного так. Столовую ложечку. Посолю. Положу немного сахара. Хороший я помощник для Папы Карла. Смотрите. И теперь возьму комбайн и превращу это в однородную массу. Томатная паста даст кислоту. Сливки дадут нежную текстуру. Орехи отдадут свой вкус. И будет такой ореховый соус. А именно даже не соус, а паста. Обожаю такие пастельные цвета. Беру ложку и так хочется попробовать все время. Ай, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я добился именно того, чего хотел. Все, три соуса у меня готовы. Не буду задерживать ваше внимание. Приступлю к пропусканию непосредственно уже фалафеля. Сито. Где ты? Сливаю горох. Он уже готов. Показатель того, что он готов, просто его попробуйте. Если он немножко хрупает, мясорубка вам поможет сделать массу достаточно хорошей текстуры, гладкой. Потому что можно пропустить один, два, а можно и три раза, чтобы фалафель получился нежным. Давай. Отправляю рыбу, которую обжарил сельдереем и луком. Добавляю немножко зиры и тмина. Фалафель обычно делают желтого цвета, добавляя туда краситель натуральный. В моем варианте это будет куркума, ту, которую я клал непосредственно в соус. Для того, чтобы фалафель был вообще нежным-нежным, я пропущу его еще раз. Все. Второй раз, как всегда, фарш идет уже менее технологично. Только потому, что горох сам не падает на шнек, а надо его подталкивать. Теперь я обтираю мясорубку. Все. Масса у меня достаточно нежная. Ну и вот, фалафель уже практически готов, чтобы я из него формировал шарики размером с грецкий орех. Но для того, чтобы он не разваливался при жарке, я сделаю следующую вещь. Я добавлю туда клея, а именно воспользуюсь яйцами. Смотрите, поставлю на конфорку небольшую сковороду. Налью очень приличное количество масла, потому что фалафель жарится во фритюре. Пусть оно разогревается. Добавлю на этот объем два яйца. И теперь смотрите, что я добавлю. Без разрыхлителя фалафель готовится хорошо, но он будет очень плотным. Разрыхлитель работает, когда он участвует в процессе, который называется нагревание. Из-за того, что я буду нагревать, а именно жарить фалафель, он заработает, и будут поры. Фалафель будет достаточно воздушным. Разрыхлитель я высыпал в мисочку. Посмотрите, как он выглядит. Ни в коем случае так не поступайте. Только потому, что он не имеет практически ни вкуса, ни цвета, ни запаха, и определить, крахмал это или разрыхлитель достаточно сложно. Пусть на кухне он стоит в пакетиках. Я просто вам не хочу показывать, какого он бренда. Надеюсь, вам это ясно. Итак, я насыплю где-то столовую ложку разрыхлителя. Этого будет достаточно. И замешаю все равномерно в массу. Если у вас фалафель получился достаточно жидким, то еще можно в массу добавить немного муки. Ну, чтобы связать массу, и она была достаточно плотной, которая не будет так уж активно липнуть к рукам. Масса у меня достаточно жидкая. То, что я вам говорил, добавлю слегка в нее муки. Положу столовую ложку, замешаю. Этого, думаю, что будет достаточно. Масса должна быть такая, чтобы вам было удобно катать из нее шарики. Мокрыми руками. Ну вот, самое время настало высыпать в муку в лаку, где я буду панировать эти шарики. Поставить рядом со сковородой. Ну, что-то, родная, выключилось. Давай разогревайся уже. Почему фалафель крутят непосредственно размером с небольшие шарики? Потому что это в основном стритфуд. И эту пищу едят прямо из пит руками. Либо кусают эти шарики, чтобы было удобно. А не большие котлеты. Вот и все. Этому простое есть объяснение. Массу поставлю в сторону. Налью немного воды для смачивания рук. И приготовлю еще небольшой салатик. Потому что я заготовил питу, на которой буду фалафель подавать. А салатик сделаю очень близкий пускому духу. Смотрите. Капуста. Мне досталась сегодня молоденькая такая, свежего урожая. Порежу ее соломочкой. Здесь чем тоньше капустка, тем, мне кажется, салатик будет импозантней, что ли. Ну, то есть более красивый. Соленые огурцы. Наверняка там за морем пользуются корнишонами. Но я из-за того, что русский человек, и фалафель у меня интерпретирован с рыбой. Именно мой вариант. Я порежу соленые огурцы салат свой вот такими вот ломтиками. Мягенькие такие. Ножи остренькие. Даже не чувствуют, что огурчики есть под ножом. Как будто я ничего не режу. Просто стучу по доске. Я возьму немного красной луковицы. Отрежу буквально половинку. Почищу ее от кожицы. Вот так. Ну и порежу соломкой. Вот такой симпатичный салат у меня получается. А где же мой любимый чили? Все. По-моему, операция началась против Малаховского. Чили не положили в будку. Готовка, по-моему, должна закончиться на этом. Не отучили. Все, кончился. Порезал немножко черри томатов. И теперь заправлю оливковым маслом. Небольшим количеством уксуса. Теперь мне понадобится еще немного соли. Совсем чуть-чуть. И сахара. Соли много не кладу, потому что есть соленый огурец. Он будет салату придавать дополнительную соленость. Вот такой вот красивый салат у меня получается. Господа, масло в сковороде у меня разогрето. Беру муку. Так. Салат отставляю в сторону. Гарнировать еще рано. Немножко засучиваю рукава. И теперь беру небольшие кусочки фарша. И вот так вот отправляю их в муку. Скатываю небольшие шарики. Не больше грецкого ореха. Так. Можно здесь делать формы, такой не особо стараясь. Ничего в этом страшного нету. Главное, это высокая скорость. Скорость. Все. Лень вперед нас всех, матушка, одевась. Хватит катать. Сполосну руки. И теперь смотрите, что происходит. Беру ложку и отправляю шарики с грецкий орех жариться в масло. Напоминаю, что в фарше есть разрыхлитель, чтобы шарики внутри получились достаточно пористыми. Опа. Все. Теперь до коричневого состояния. У кого как здоровья, я называю, хватает. Колеруем. Фалафель. А я буду гарнировать тарелочку. Итак, смотрите, у меня есть пита, а есть багетик. Подам сегодня на пите непосредственно фалафель. Питу хочу подогреть, как делают это все люди, готовящие стрит-фуд. О, как быстро колеруется. Смотрите, масло разогрето достаточно бодро. Я переворачиваю те шарики, которые торчат. Ой, капельки на тарелке. Все, уже пора подавать. Заболтался. Динамика. Протираю тарелку. Питу подогреваю прямо на плите. Салат выкладываю и на тарелку. Все, 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 не горим, не горим, не горим. Салат выкладываю сбоку и немножко наезжаю на питу. Так. Соус. Прям на питу. Кусок орехового соуса. Вот такое количество примерно. Так. Желтого соуса. Логично, если был еще зеленый, да? Светофор получился. Вот так. Ну и ароматной пряной истории со специями и чесноком выкладываю тоже приличное количество. Так. А сам я несколько шариков положу в багет. Намажу соусом багет. Буквально вот такой кусочек. А? Именно так в стритфудах подают фалафель. Небрежно отмазывают соусом. Выкладывают, накрывают и протягивают прохожим. Беру ложку. Я считаю, что буквально по два фалафеля на каждый соус более чем достаточно. А эти два крупных шарика пусть останутся мне. Здесь, может быть, еще хочется небрежно вот так вот положить зеленый лук с этой и с другой стороны. И больше ничем это блюдо не украшать. Шарики мои, шарики. Один и второй. Все. Они сейчас горяченные. Я отложу их в сторону, потому что съем их уже за кадром. А вам напомню, как я готовил фалафель. Блюдо действительно не очень простое. Но для ваших детей оно будет крайне полезно и крайне интересно. Только потому, что его на самом деле можно не только жарить, но и отварить в кипятке. Итак, я приготовил непосредственно фарш. Я отварил бараний горох, нут, еще его называют турецким горохом. В подсоленной воде предварительно замочил его с вечера. Пропустил через мясорубку с обжаренным луком, сельдереем, тмином и зерой. Положил немножко чеснока. Я поджарил овощи в сковороде, лук, сельдерей, на оливковом, сливочном и растительном масле. И добавил треску прямо на коже. Потом это все вместе с горохом пропустил на мясорубке два раза. Добавил два яйца и разрыхлитель. После чего скатал грецкие орешки из этого фарша, запанировал в муке и жарил в раскаленном масле. Сделал свежий салат из молодой капусты, соленого огурца, черри-помидор и красного лука. Заправил все уксусом, солью, сахаром и оливковым маслом. И теперь это все убранство я выложил на трех соусах. А непосредственно взбил со сливками арахис и томатной пастой. Сделал с майонезом, чесноком и укропом. И куркумой желтый соус. И очень пряный соус я приготовил. Разогрев на сковороде тмин, зиру, немного чеснока в масле. И все это растолок в ступке с зеленым луком. Фу! Теперь стоит выдохнуть. Если вы все это постарались запомнить, а хотя бы половину, начинайте пересматривать передачу сначала. А именно такой фалафель доставит удовольствие вам точно. А мне уже не терпится. Закончить передачу и съесть уже свои два шарика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...